МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Это приятно и лестно. За меня заплатили такую сумму, но на меня это не давит. Я пришел в Арсенал, потому что чисто любив. Пришел, чтобы выиграть титулы, и это главные причины". Цитирует Пепе английская пресса. В интервью он, однако, признался, играя в Анжи, получать такую сумму было бы безумием. Летом 2019-го Арсенал озадачил фанов математической головоломки при трансферном бюджете в 45 миллионов фунтов. Николя Пепе был куплен за 80 миллионов евро. Позже стало известно, Форварда помогла купить компания 23 Capital. Это один из главных теневых игроков на трансферном рынке. Только за лето 2019-го компания проинвестировала трансферы Жуау Феликса, Пепе и за несколько лет дала футбольным клубам больше 2 миллиардов евро. О таинственной истории развития регби в Японии рассказало издание BBC. Поводом к статье послужила недавняя сенсационная победа японской сборной на Кубке мира по регби, а также интервью с историком, множество лет изучавшим историю развития регби в стране восходящего солнца. Любовь 72-летнего британца Майка Гейлбрейта к его предмету изучения становится очевидной с первой встречи. Начинает рассказ автор. Историк приводит журналиста в Тихий парк в Йокогаме к невысокому белому прямоугольному зданию, отремонтированному после тайфуна и мемориальной доске. Надпись на табличке гласит «Место рождения регби в Японии – Йокогама». Недалеко от этого места, 26 января 1866 года, был основан Йокогамский футбольный регби-клуб. И это признак того, что историю Гейлбрейта наконец приняли. Дело в том, что 10 лет назад историк помог организовать тур по Японии для британской команды по регби. Тогда же он предложил внести курс о происхождении японского регби в программу тура. До того, как он занялся изучением, считалось, регби завезено в Японию в 1899 году двумя выпускниками из Кембриджа – Эдвардом Брамвеллом Кларком и Гиннасу Катанаком. Но Гейлбрейт тогда нашел доказательства того, что на самом деле в него играли уже раньше. В статье выпуска газеты от 26 января 1866 года историк нашел информацию о том, что в Йокогаме открылся некий футбольный клуб, а именно по регби. Статья 1873 года, которую я обнаружил в еженедельной почте Японии, гласит «Кто-то поймал мяч, пробежал перед своими соперниками и, ударив по мячу, забил гол». Таким образом, 1866 год может стать датой создания первого в Японии регбийного клуба. Но, похоже, тремя годами ранее в этот вид спорта фактически играли. Цитирует автор-историк. От чрезмерных тренировок устает мозг. Исследователи выяснили, как чрезмерные тренировки влияют на мозг, сообщает немецкий журнал Der Spiegel. Французские ученые сравнили группу из 19 мужчин-триатлонистов в возрасте примерно 35 лет на протяжении трех недель, увеличивавших объем тренировок на 40%. И другую контрольную группу из 18-ти триатлонистов, сохранявших обычный объем тренировок. У профессиональных спортсменов, тренировавшихся слишком много, были зафиксированы признаки не только физического, но и умственного переутомления, говорится в статье. После тренировки у них была ограничена активность части мозга, ответственной за сознательное принятие решений, когнитивный контроль. По данным научного журнала Current Biology, спортсмены поступали более импульсивно, не раздумывая и не взвешивая, что обычно только мешает в спорте. Это, по мнению ученых, объясняет и то, почему спортсмены, несмотря на боль в мышцах, не прекращали тренироваться, они не задумывались о долгосрочных, снижающих эффективность последствиях чрезмерных тренировок. По словам одного из авторов исследования, Матиаса Пессиглеоне, как на чрезмерные тренировки, так и на умственную нагрузку реагировал в исследованиях один отдел мозга, префронтальная кора, ответственная за принятие рациональных решений. Спорт, связанный с развитием выносливости, в целом оказывает положительное воздействие на здоровье, однако чрезмерные тренировки могут неблагоприятно влиять на мозг, цитируют ученых изданием. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова